Вот, вы можете продавать свой труд, что вы производите. Если вы ничего не производите, вы можете продавать чужой труд. Вы можете продавать свои знания, можете продавать чужие знания. Вот, собственно, решайте, что у вас есть. Я сказал, книги писать не обязательно. Вот, книги пишет только небольшой процент людей. Ищите, что вы производите, что вообще делаете на свете и продавайте это. Вот, если вы ничего не продаете своего, продавайте чужой, как обычно и происходит. Вот и все. Если вы ничего не хотите продавать ни своего, ни чужого, тогда путешествуйте без денег. Это тоже возможно. Я сказал, что время и деньги взаимозаменяемы. Если у вас нет денег вообще, можете поехать вообще без денег. Масса таких случаев мы знаем, в истории путешествий люди отправились в косметные путешествия без денег и благополучно путешествовали годами. То есть, ну, главное желание, главное желание. Книги писать не обязательно, девушка. А можно это ваше первое путешествие? Первое путешествие вспомнить невозможно, потому что надо решить, с каких километров начинается путешествие. В 15 лет я уже очень много ездил на электричках, пересаживаясь одной электрички на другую. Ездил там в Ленинград, Минск, Киев, Киров, Харьков. Что считать первым путешествием? Но если называть, даже скажем, что я первый поехал в Ленинград, но ведь до этого я ездил на более короткий рост, я ездил там в Балагое, например. А до Балагоу ездил там раньше, еще короче, там в Тулу, например, или в Калинин. Первое масштабное. А что называется масштабное? Это за рубеж вместе. Что? За рубеж. Ну, за рубеж, вот когда я ездил на Украину, она еще украинская была республика советская, советская, поэтому это рубеж или не за рубеж? Не за рубеж. Тогда Иран самый первый. В 90-м году поехал в Иран. Вот, поехал, интересно, что было поехать в Иран. Вот, сначала там поехал в Грузию, там пробовал получить иранскую визу, с друзьями с собой привлек. Вот, в Грузии давали иранскую визу плохо. Поехал в Армению, получил, в Армении заказал иранскую визу, 10 дней мы ждали, пока иранскую визу, съездили в Нагорный Карабах. Вот, с друзьями потом поехали, мы получили транзитную иранскую визу, как будто мы едем из Армении в Туркмению. Так и сделали. Вот, поехали, потом поехали. Здесь они покатались по Ирану, проехали в Туркмению, оттуда в этот самый, в Узбекистан, оттуда в Казахстан. И мы приехали обратно в Москву 40 дней. У меня такая книжка есть, называется «Через семь границ». Вот, но она входит сейчас, у меня такой сборник большой, на доступном видео, там подробнее описано об этом путешествии, как я первый раз ездил в Иран. Вот эта книжечка, о том, как я ездил через семь границ, она входит в этот сборник. Вот, так что потом, если что, в интернете прочитаете. Ну, вот так вот. Вот, пожалуйста, еще вопросики, у кого мы спрашиваем. А как ваши родственники относятся к вашим путешествиям? Ну, как всегда, человек к новому относится сначала с опасением, а потом привыкает к нему. Так и родственники тоже сначала относились с опасением, а теперь привыкли, интересуются, читают мои книги, в интернете разглядывают отчеты. На их путешествиях и так далее, да? Путешествия – это неотъемная часть вашей жизни. Вы хотите продолжать путешествовать в дальнейшем, до конца, можно сказать, в свои дни, или вы когда-то планируете осесть? Дело в том, что то, что будет с нашей Родиной и с нами через 20, например, лет, планировать на большой срок невозможно. Потому что никто не знал, что будет, когда мы отращивались назад, на 20 лет назад, никто не мог подумать, что через 20 лет, мы берем 90-й год, например, что можно будет путешествовать в другие страны, что можно будет издавать свои книги, что можно будет заниматься своим бизнесом, что можно будет взять какой-то из карманов маленький аппарат и связаться с человеком, находящимся в другой части нашей страны, даже мира, что можно напечатать на кнопках какие-то тексты, их буквально за ночь прочитают тысячи людей. Мы не могли себе представить, как изменится мир за какие-то несчастные 20 лет. Так все будет, так все будет. Это невероятно, что вместо того, чтобы писать бумажные письма десятками в день, можно будет отправить по электронной почте, какая еще электронная почта? Никто не мог себе представить, что будут цифровые фотоаппараты, что можно будет поехать, там полететь на самолете в Мексику, никто не мог представить. Поэтому, оборачиваясь назад, как продвигался технический прогресс за последние 20 лет, как изменилась политическая ситуация, экономическая ситуация и техника за 20 лет как развелась, мы, продвигаясь вперед на 20 лет, вообще ничего невозможно представить. Как можно планировать на 20 лет, чем будет заниматься через 20 лет? Мы не знаем, что будет с нашей страной, мы не знаем, что будет с мира вообще. Мы не знаем, сколько стоит, будет стоить бочонок нефти, и может быть, можно будет вообще телепортироваться. Или может быть, мы все уже сдохнем через 20 лет.